Включил лампочку вот так вот в эту схему. Вот эта верхняя часть подсоединена не антенна там, а крыша металлическая. Теперь смотрите что происходит с лампочкой. Это не обычный ток, вот смотрите, включаю. Начало немножко фонить, можно попробовать отрегулировать разрядник, но я думаю, что они немножко накаляются. Видите, как сверкает лампочка. Вот такие лампочки раньше и светились. Когда Кремль освещался на старых фотографиях. Геометрично обеяснение способов вытворения или отбирания в хали повышненной зенегуэйв. Т1 это верхний конденсатор металлической сферы. У нас могут быть две сферы или одна. У нас уже есть вертикальная стоящая волна, а перемещение сферы вверх-вниз дает нам правильную поляризацию в отнесении к Земле. Т1 represents charged terminal or metal sphere. Мы можем иметь одну или две сферы, или даже больше. Это не концепт. Это живая реальность. В 2016 ВИЗИВ, с их мультибиллион долларов бюджетом, построил Тесла-коил структура, которая работает уже 50 дней. Однако ВИЗИВ says ничего о натуральной существующей поверхности в интерфейте между грунт и воздухом, created by natural causes, и существующим в Шуман-Waveguide. Geometry of charge distribution, including polarization and conduction of charge, is explained here. Charge on top capacitor T1 creates an image, the reflection of that charge marked in green area. Access in or out for the surface wave that is in Earth-Air interface is based on proper polarization of that mirror reflection. Since we already have vertically polarized standing wave, now we can move one of the spheres up-down and achieve proper polarization versus ground-air interface. T2 – это может быть металлическая крыша. T1 – это может быть металлический шарик. Предлагается довольно большой T2 и T1. Так как конфигурация дает нам возможность пересылать энергиоэлектрическую с точку А в точку Б по земле, или снимать энергиоэлектрическую с волновода Шумана. Приемник и передатчик выглядят так же само. Независимо от этого, передаем мы электрическую энергию с Америки в Россию, или мы снимаем энергию с волновода Шумана. Чтобы получить энергию от Шумана, у нас есть два выбора. Пассивная проба, которая показывает эффекты на видео, и активная проба. И здесь мы имеем пример пассивная проба на левом и активная проба на левом. Все катушки намотаны так, чтобы не было тока. Вот в этом контуре совершенно не должно быть тока. Когда мы используем активную пробу, мы хотим увеличить левом и левом. В этом случае, мы force charge на левом и левом, чтобы обойтись в левом и левом и левом. Бифилар левом и левом не было бытя. Спаргаба в левом и левом. В определенной моменте, мы ограничим левом и левом, но кондиционные из левом и левом, которые уже установлены в отношении левом и левом, для того, чтобы левом и левом и левом, чтобы левом и левом и левом и левом и левом. Бифилар, ну, при разряде, как бы каждая катушка входит в резонанс. Это понятно. Потому что в разряде есть все частоты. Но как только начинает происходить разряд, магнитное поле во всех катушках идет в разные стороны. И ток не возникает. Вот аналог этого. То есть это, ну, практически электростатическая Тесла. Чем выше напряжение здесь, тем выше напряжение здесь. В одной катушке заряды разделились. Не важно, катушка это будет, труба, все что угодно. Когда здесь возникает искра, когда зарядов становится достаточно для пробоя, чем выше напряжение, тем больше здесь напряжение. Одна вкладка заземлена, она не влияет абсолютно на вот эту катушку. Заземление при высоком напряжении автоматически вводит всю систему в резонанс. То есть все части системы получаются резонансные. Получается заряд гиполя на одном проводнике. Один проводник заряжается с двух концов. Крышу металлическую подсоединял. Заряды начинают перетекать сюда. Но тока нет. Поэтому нет потребления. Здесь у меня полтора ампера от батарейки 18-ти вольтовой шуруповерта. И потребления не возникает. Мы получили энергию. Абсолютно не затрачено. То есть это ТДКС. Очень трудно настроить. Там никаких резонансов не получается из-за вот этих вот катушек маленьких. Поэтому резонанс только здесь. Одну обкладку конденсатора вы зарядили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова